Нужно спать вдвоем, рядом, вместе, потому что здесь опасно. Бесит, все бесит. Так же, как и в Оренбурге, так же, как и в Казахстане. Лада Самара. Лада Самара. Хорошие русские. Доброе утро. Моя черта готова. Вот моя ложа. Интересная комната мне выдалась в прошлом месяце. Туалетная бумага не в туалете. Туалетная бумага на прикроватной тумбе. Центральная гостиница города. Везде запах сигарет. Ой. Потому что везде можно курить. Там есть еще этажи. Я думал, просто у меня самый верхний этаж. Подумают, что президентский. Президентский люкс. Вот пепельница прямо в диване стоит. Мне сказали, есть завтрак. Где мой завтрак? Вижу хлеб. Здесь что? Продукты. Ну да. Слушайте. Наверное, был завтрак. Я просто его проспал. Мужики пьют чай. Снова весь день будут пить чай. Это мужичок, который меня вчера провел. Администратор. Стол его. Кофе. Вышел вот на такую площадь. Мужчина кофе пьет. Да, раба. Ой, чай пью. А мне кофе надо. Мне надо кофе. И вон какие-то металлические изделия. У меня основная задача, кто не знает вообще, что я делаю в Турции, я ищу металлическую кружку. Уже последние две недели. И нигде металлической кружки нет. Есть турки, чтобы варить кофе. Но просто кружки обычной нет. Ну вот они мне постоянно вот эти вот турки предлагают. Ну вот смотрите, сколько всяких изделий из металла. И ни одной кружечки разве нет. Разве ни одну кружку вообще не захотели сделать? Это же безобразие. Вот вы даете, господа. Что-то я не нашел ничего вообще, не завтрак, не кофе. И вернулся к хамаму, в котором был вчера. Я просто видел вчера здесь какой-то народ. Подумал, может быть здесь что-то можно найти, поесть. Здесь парк, сейчас может все закрыто. Нараба. А, бельюси нераде кавалтый вар. Узак? Сарай капец. И он, кажется, на Гетин. А, вот этот. Ага, пакет еще. Познакомился с ребятами из Ирана. Путешествует на мотоцикле. Смотрите, нифига, у них загрузка здесь такая большая. Я себе все присматриваю. Надеюсь, что следующее путешествие будет на мотоцикле. Вот, ну круто. Говорит, на таком у него 250 кубиков здесь. Но он такой поменьше, полегче. Говорит, вдвоем, конечно, тяжеловато на нем путешествовать. Вот, одному самое то. Ну, они вдвоем ездят. Вот, все нормально. Я уже пришел на заправку. Сейчас взял себе энергетика. Передохну и пойду дальше. Первая машина на сегодня. Сейчас доедем до Эльмы. Эльма? Эльма? Не знаю, где это находится. Буду просто ехать. Я, короче, уже утомился от этой дороги. И нужно преодолеть каким-то образом последних, сколько? 800, наверное, километров осталось. Да, дорогие репуты. Вон, мужички меня подобрали. Добрые. Спасибо им. Ну, на самом деле, вообще, быстро все получилось в этот раз. Как-то от случая к случаю, от раза к разу, то быстро получается остановить, то подолгу приходится стоять. Очень жарко. А у вас здесь проблема? А у вас здесь проблема? Что-то меня конкретно припекает, а я вот не пользуюсь главным убором. Не могу все подобрать что-то, что мне понравится. Здесь начинаются прям такие ветра посильнее, потому что растительности никакой нет. Ну, какие-то отдельные деревца стоят, а в основном нет. И ветер гуляет здесь везде. Красиво. Интересно. Смотрите, буквально вчера все было зеленое, да? Сколько всего было трава зеленая. А здесь все желтое уже. И подсолнухи сейчас проезжали тоже. Подсолнухи уже готовые. Другой климат здесь более жаркий. И чем дальше будем двигаться, тем жарче еще будет. Сухой климат такой прям. Так же, как и в Оренбурге, так же, как и в Казахстане, вот, в некоторых областях. Футбольный флаг. Я их немного показываю, но они везде присутствуют. Наверное, ну, не наверное, на первом месте, конечно же, это... Везде можно встретить изображение Ататюрка, потому что Ататюрк, ну, много где присутствует. И просто на балконах его вывешивают. И где-то картины висят, портреты. Много Ататюрка. И на втором месте это футбольные флаги. Тоже прям турки такие, фанаты, болельщики еще те. Что-то вся обочина вот такая, смотрите, в каких-то бумажках. Хараньоксель. Не знаю, представляете, может, здесь имена какие-то, может быть, данные какие-то. Вон, вся обочина в листах. Откуда-то все улетело, откуда ветер дует, оттуда ветер дует. Кто накосячил? Слили базу. Кто не знал и не замечал, в Турции очень многие крыши сделаны из черепицы. И вот здесь производство кирпича и черепицы в том числе. Вот так она выглядит. Обратите внимание. Ну, вот здесь шифер, например. Но все же в большинстве своем дома покрыты черепицей. Обалдеть. Смотрите, как живописны горы. Прям на горах лежат облака. Хотел бы я сейчас где-нибудь там на вершине оказаться. Прям среди облаков. Никуда больше не пойду. Пиццок поставил здесь. Здесь буду стопить. Потому что жарко, голову прям вообще мощно напекает. И болит нога. Буду стоять и стопить. Плохой-плохой стоп. Очень-очень-очень. У меня прям вообще бесит. Все бесит. Настроение так себе. Невозможно просто. С таким автостопом невозможно. Это чушь какая-то. Мне не верится просто, что в день по 100 километров. Я не знаю. В день по 100 километров. Я даже не припомню вообще, когда был такой автостоп, чтобы так мало проезжать. Ну, разумеется, если там серпантин, горы, какая-то плохая дорога, разбитая, убитая, то это даже бывает и хорошо. Например, когда в Индонезии, на Суматре мы там может быть по 100 километров, по 200 и ехали. Но там совсем другие условия были. Вообще просто все... Там вон один человек проехал, вон один человек проехал. Вообще никто не останавливается. Там грузовики проезжают, никто не тормозит. Вон один человек проехал. Я сейчас зашел на автовокзал здесь, на местный, я уже... От Самсуна на сколько уехал? 200, может быть, километров? 150 километров уехал? И прикол в том, что от Самсуна до Эрзурума билет стоит 300 лир, а отсюда билет до Эрзурума стоит 500 лир. Нифига себе, я чуть даже проехал, а билет подорожал. Видите, какая скорость автостопа в Турции? Пока ты доберешься до следующего города, произойдет бешеная инфляция и цены вырастут практически в два раза. Ну да, у меня уже мысли такие закрадываются, что надо просто садиться на автобус и ехать уже на автобусе, посетить Арарат, посмотреть, поснимать, что там. Я не знаю, потому что сколько мне придется автостопом ехать. Я не рассчитывал, что это путешествие будет такое долгое. У меня есть следующие планы. Не надо только мои слова сейчас коверкать и придумывать какой-то другой смысл моих слов. автостоп. Я констатирую факт и говорю, что здесь плохой автостоп. Лично у меня здесь плохой автостоп. Больше я ничего не говорил. Просто когда вот так подолгу, никто не останавливается, весь запал гаснет, теряется. Никаких новых эмоций. Скучненько. Худший автостоп. Остановилась машина. Я, в принципе, так и подозревал. Я знал. Я сейчас спросил у водителя почему. Никто не останавливается, потому что здесь опасно. Потому что здесь опасно. Поэтому везде плохой автостоп, везде полиция. Потому что здесь опасно. И никто не хочет меня останавливаться, потому что никто не знает, кто я вообще такой и что я здесь делаю. Офигенно. Сразу же вообще. Все чуваки меня до сюда довезли, туда уехали. Вот сразу же остановился. Из России. Вы говорите английский? Метал. Метал. Да, хорошо. Что это? Девятка? Лада? О, русский арабский? Русский. Лада Самара. Лада Самара. Найс. Прикольно. На девяточке поедем чуть-чуть. Парень едет куда-то... Кемпинг какой-то едет. И, может быть, я тоже где-то там заторможусь. Не знаю, сколько до туда ехать. Блин, вокруг красотища. Вокруг вот все красиво, только автостоп некрасивый. И вообще не нравится. Настроение хоть какое-то появилось. Машина остановилась. Потому что до этого прям солнце палит. Очень тяжело прям так. Сейчас нормально. О, Мухаммед тоже есть канал свой. Кемпинг-видео, говорит. Нифига себе. А, делает табурет. Столик или что это? Табуретка. Да. Смешно, смешно. Смешно, смешно. 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 Спасибо. Пока-пока. 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 Все, еще чуть-чуть. Ну как, дела пошли лучше. Следом тачка останавливается. Давай, на 300 километров вперед, пожалуйста. 0,1 регион. Что это? Адана. Мераба. Мераба. Бенгидер Орда. Эрсинджан. Эвет, эвет. Эвет, эрсинджан. Окей, окей. Что-то я ошибся, что здесь нет зелени. Достаточно много деревьев и травы. Видать, чуть я вернулся в какой-то другой, как его называют, часовой пояс. Ну ладно, впереди я знаю, что будет чуть по-другому. Голову мне напекло, я не соображаю. Ес. Вот это я люблю. Это куда-то далеко. Нифига, номера, смотрите, что это. Что за номера? Мусор полетел. Мераба. Мераба. Бенгидер Орда. Берё. Очень неожиданно, говорит, ты откуда, я говорю, из России. Ты что здесь делаешь, на русском? А вы откуда? Я в Адлитя, я иранский. Из Ирана. А я смотрю, номера иранские вроде, да. Да, я и откуда они. Оренбург. 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 Хороший русский. Как вас зовут? Я тебе посмотри. Это... Это... Это история. Я где-то в центре Турции, можно сказать, еду автостопом. Останавливается водитель из Ирана и разговаривает на русском. Но это не чудо вообще. Завтра вечером. Завтра после обеда. После обеда. Ааа. Здесь там Альданчан спать. Ага. Завтра уже там. Ааа. Могу я с вами поехать? Супер. А у меня есть... Просто представляете еще, к тому же, какое совпадение получается. В обед я познакомился с ребятами из Ирана, которые путешествуют на мотоцикле. Сейчас водитель из Ирана меня подбирает. Вау. Да, проезжаем дамбу. Там речка маленькая, а здесь прям смотрите, сколько воды. Ну вот я как раз и думал, я знал, что вдоль вот этой дороги везде будет река. И мне хотелось вчера уже сюда куда-то добраться, чтобы здесь заночевать, помыться. Но, к сожалению, вчера не успел, зато сходил вчера в хамал. Посмотрите, какие горы, деревья. Восемь лет ровутся. Иран, истонбольгерогургерог. Смотрите, как высоко, далеко стоит печать. Вдоль дороги постоянно бежит речка, но помимо речки есть еще какой-то отдельный канал, построенный. Я не понимаю, для чего он. Это или какая-то гидроэлектростанция, но уже они встречались здесь периодически, там штуки 4-5, наверное, я встретил. Ну и, может быть, это еще, она идет на очистку в виде питьевой воды для поселков. Вообще обалденно себя чувствую. У меня уже такое чувство, что я давно не ехал автостопом, последние дни были такие прям тяжкие. А сейчас сижу и по кайфу просто наслаждаюсь, смотрю по сторонам, любуюсь, снимаю видосики, прям все легко, все хорошо. Ну вот, про что я и говорил, я прям чувствовал, что скоро-скоро все поменяется и сейчас нас окружают уже прям скалы, горы такие голые, без растительности, красные, разных оттенков, разных цветов. Интересная, конечно, тоже природа, но днем здесь будет очень жарковато. Вот, а ночью здесь, как правило, холодно. Ну вот, проезжаем очередную плотину и здесь прям целое такое водохранилище среди гор. Интересно. Все затопило просто, только макушки деревьев торчат и там птицы вьют гнезда свои. Вот как плотины меняют инфраструктуру природную. Вот так вот. не знаю на сегодня все или не все здесь будем спать или не здесь приехали на заправку сейчас идем перекусить потом надо заправиться стало прохладно одел рубашку и короче я не знаю что я говорил уже что у меня болит вот эта часть короче нога здесь болит вот и вообще как в машину сел у меня такое чувство как будто мне знаете ногу просто в этом месте перетянули веревкой сейчас болит тоже я не знаю что такое лимфоузел что такое лимфоузлы но у меня почему-то ощущение что что-то с лимфоузлом не знаю откуда мне вообще это сбрело в голову но просто такое ощущение клево повезло с водителем вообще хороший мужик говорит хочешь спать иди спи а я не хочу спать ну и я всю дорогу плевал плевал там периодически спал ну просто когда фуре в большой едешь укачивает раскачиваю и начинаешь спать я начинаю спать находимся где-то высоко в горах я так полагаю плоскогорье здесь какое-то ну и стоянка для фур везде фуры 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 водитель заобщался с водителем он знает русский он знает турецкий на раба а из ирана тоже помнят машина как половина ничего все все перебирает нифига себе серьезный на раба а из ирана как как на фарсе сказать здравствуйте на фарсе здравствуйте салам а салам просто большое кафе все водители дальнобойщики здесь собираются кучу кучу кучишь улица я-то она чаба бьет все эти грустные санды русские видосы на полку я зато не на иране ван белье ром турджи фокад ас а заберет того всем утоп издавая тавук занимаем самые роскошные места нам принести наш сегодняшний ужин у меня курица это сердце на шашлычки такие это мясо все погнали приятного аппетита кафе дался очень вкусная курица прям знаете на шашлык похож реально 40 50 лет работает уже это место мужчина здесь работает он мужчина здесь работает она давно работает так и все переезжаю спокойной ночи гуднайт переезжаю вообще они сейчас договорились что я буду вот там спать тоже на youtube попадешь до чувак интересный тип он из ирана и делает вот такие вот как они называются в общем-то внутри кухня бизнес такой планы мои поменялись не буду я спать в этой штуке потому что там нужно спать вдвоем рядом вместе в кабине я тоже уже не сплю время ночь и короче пока нельзя присяду попью чай подумаю делать сейчас не знаю что-то какие-то непонятки произошли бывает такое сидели втроем общались кабине водила сказал что буду в кабине спать я откуда я могу в палатке переночевать он говорит зачем в палатке если можно в кабине переночевать и в итоге говорит у этого чувака там есть много места можно там у него остаться а я зашел посмотрел там место есть но вдвоем впритык надо лежать и мне эта идея вообще не понравилось попил чайок или на карте увидел здесь прям перед кафешкой через дорогу подходящее место потому что смысла сейчас куда-то идти и чё-то искать нет просто чё чё я хочу сказать самое главное что не совсем опасно гвозди просто надо человека предупредить же наверно ну типа мы просидели чтобы понимали время пол второго я думал сейчас ляжем спать как договаривались вот нужно понимать просто и сразу говорить если ты не хочешь оставлять учла у себя человека переночевать ничего в этом страшного нет вообще абсолютно но надо предупредить заранее сказать что иди найдите место где ты будешь спать вообще какая-то новая растительность для меня непонятно неудобно ну все разложился снова не стал дождевик с вами накрывать дырочка дырочка это плохо просто спальник все не раздеваться ничего все ложусь спать спасибо конечно водитель он меня покормил я говорю сколько стоит сколько нужно такое ничего не надо я угощаю мужик нормальный просто чуть вот недопонимание у нас произошло или он не понимает что для меня вот вот эта ситуация значит вот ну и провез у меня нормально сегодня 300 километров как я утром планировал так и получилось 300 километров я проехал клевое место машины шумят только но вокруг горы и утром будет потрясающий вид сейчас я наблюдаю звезды давайте всем спокойной ночи это приключение это путешествие это непредсказуемость доброе утро нормас нормас поспал выспался не на время сколько часов наверное 7 я забыл как водитель зовут вроде риза вон он стоит и он стоит и другой тоже стоит вот так я спрятался за елочками здесь вчера до ночью конечно холодно было но мне нормально я не замерз почти может быть совсем чуть-чуть надо собираться нужную машину не спрятать ребята пишите комментарии чем сейчас вы занимаетесь это очень вот здесь стояла моя палатка я вчера вечером когда шел я переживал за этих растений все в колючках все колючки везде везде колючки я думал что у меня не получится найти нормального места она эти колючки палатку ставить вообще не хотелось но это просто невозможно я бы всю ее проколол и лежал бы со мной на колючках смотрите какое растение интересно и с обратной стороны у меня здесь вот эта гора интересно насколько мы с водителем на одной волне когда он проснется время кстати сейчас ровно 6 53 пойду пока умоюсь по завтраку может может быть просто чай попью нога надеюсь тебе понравилось видео и ты уже поставил лайк и также хочу попросить каждого ребят напишите комментарии а чтобы их интереснее было читать вот что я придумал открой последнюю страницу которую ты читал скопируй две строчки и вставь комментарий также здесь ты можешь посмотреть предыдущие мои видео всем на связи до скорой встречи